Всем привет, дорогие друзья! С вами снова, как всегда, Стас и... Оу... По-моему, что-то на мне не так. Совсем заизвучал историю. Магия произошла, ребят. Я переоделся всегда, переодеваюсь на камеру с помощью магии монтажа и даже в реальной жизни. Сзади у меня новогоднее настроение, потому что сегодня 18 декабря. Новый год очень будет скоро. В честь этого я решил выпустить первое видео из цикла «Готовимся вместе со мной». Как вы знаете, прошлое мое видео должно было набрать 50 тысяч... Ой, 50 лайков. Вы выполнили это задание, данное мною вам наполовину. Вы набрали 26-27, по-моему, лайков. В принципе, тоже неплохо. Я понял, что тема вам достаточно интересная. И первое мое видео будет посвящено самому моему любимому на данный момент, кавычки, здесь предмету. Это история. Многие выпускники, которые идут на гуманитарной специальности, сдают историю, но немногие знают, как ее сдавать. Огоньки сзади подскажут вам об этом. И я, как и многие, конечно же, не знаю, как ее сдавать, но лично свой опыт подготовки к этому экзамену, потому что мне его через 5 месяцев надо сдавать, я вам сейчас расскажу. У меня для вас реально много скопившихся учебников. Я их уже показывал в прошлом видео о поводу ИГ-2016 по истории. И у меня есть для вас что рассказать, дать какие-то советы. Поехали. Первый мой совет людям, которые сдают историю, это не сдавать историю вообще никогда. Если вы не человек, который занимаетесь историей с первого класса или с первого года своей жизни, то лучше вообще туда не соваться в эти дебри, это не ваше, это уже точно будет не ваше, потому что я вот эти вот, там много книжек лежат, начал заниматься буквально 4 месяца назад, и я понимаю, что история вот такая вот, ну в камеру нельзя это заметься, а я вот такой вот. И мой мозг вот такой, а история вот такая вот. Первое, что надо каждому выпускнику, это покупать специальные пособия по подготовке к ЕГЭ по истории и вообще по-другому. Ну, любому другому предмету, это специальные пособия. У меня есть два вот таких вот пособия по подготовке к ЕГЭ, они... Ну, вот это вот Баранов-Шевченко, это вот такое вот пособие, это типа разработчики ЕГЭ, и оно типа очень хорошее, но мне... Они как бы вообще разные, по сути. Вот здесь вот дается более в таблицах, но более подробной информации, а здесь дается в таблицах, вот в этой вот, в Кириллове, в таблицах, но более сжато. Мне сказал репетитор, что вот такая книжка должна быть у каждого человека, который вообще хочет когда-либо заняться историей. Стоила она 197 рублей, соответственно, 192 рубля, соответственно. Знаете, если вот в таблицах это вообще идеально, если у вас уже есть багаж определенных знаний, то в таблицах вы должны просто обязательно купить, потому что это как систематизирует ваши знания, систематизирует, то есть приватить систему. Также обязательно сдающим истории, но ничего по ней не знающие, летающая книга, это, конечно же, покупать всякие книги, типа вот такой вот Захаров, это трудные вопросы на экзамене пособия, кстати, достаточно старый, 2009 год. Здесь разбираются именно трудные вопросы, типа сложный вопрос разбираться в этой книжке. Она сама по себе тонкая, всего 240 страниц, но стоит всего 200 рублей рубля. И, конечно же, для тех, кто никогда в жизни не трогал историю, это учебники по истории. Я историю никогда в жизни не читал, никогда не думал, что я ее когда-либо буду сдавать, так что если вы в 10 классе учитесь, думаете, что сдавать ее не будете, я в 11 классе. До меня дошло, что мне историю это как-нибудь надо сдать, потому что с одним общество знаний я далеко не уеду, оказывается. Вот такое вот, не пожалейте денег, это МГУшный учебник История России. И вот этот вот учебник по истории, это вообще божественное какое-то создание. Здесь абсолютно вся история рассеетана, с картинками на белой бумаге, у меня здесь даже есть закладки. То есть вот это вот, это моя такая рабочая машинка, за которой я работаю. Это вообще, это must have всем любителям истории. Здесь в доступной, понятной форме описываются всякие исторические события. И, кстати, подробно и точно описываются, то есть для экзамена, то ЕГЭ вам они точно понадобятся. Еще даются картинки, то есть очень-очень, кстати, хорошо в этом учебнике открывается культура. В читай городе такой учебник стоил, по-моему, 800 рублей. Я заказывал с сайта Лабиринт, по-моему, за 500 со скидкой, в общем. Видите, вот такой синенький учебник, он есть без картинок. Там было, вот это вот второе вот издание, вот это второе. Есть, по-моему, все четвертое издание, оно без картинок, с оговенной бумагой, но оно стоит в полтора раза дешевле. Если смотрите это видео, вы не математика, так что полтора раза можете не отправлять, так считай. Это моя любимая, наверное, настольная книга. И когда вы уже набрали какой-то базис знаний, вам его надо где-то применять. Поэтому куча, просто куча всяких вот комплекс материалов для подготовки ЕГЭ. Обязательно, слушай, у меня сейчас ушки свои от компота отмыли. Слушай меня внимательно, надо покупать именно 2016 год, потому что в 2016 году в ЕГЭ произошли очень большие существенные изменения. Такая вот штука, видите, тоже берите. Здесь даны задания. То есть первое задание, там штук 40 их вот. 272 рубля, видите, берите. Думаю, лишним вам точно не будет. Причем нарешивать, нарешивать. Пахнет почему-то это, кстати, вкусно. Пишите в комментариях, что вы хотите услышать в следующем. Как готовится я еще сдаю общество знаний, базовую математику, русский язык. Также, конечно же, то видео будет, если это видео наберет 25 лайков. 30, 30-ку наберет, будет там, как я готовлюсь к обществу знаний. Потому что история это все-таки более специфический предмет, а вот общество это уже более такой предмет, который сдают многие. Так что, не терзайте, лайки. А ты прям сейчас, ты поставил лайк. Также поделитесь этим видео с друзьями, будет миллион просмотров. Без словно, будет следующее видео. Аж подавился от того, насколько же это реально. Я не оговорился сейчас, я знаю, что я говорю. С вами был снова, как всегда, Стас. Мне удачи, вам удачи. Ставим лайки, подписываемся на канал. Подписывайся у меня в Твиттер. Вот прям вот. В Твиттер, Инстаграм, Контакт, Фейсбук, Одноклассниках, Перископия. Кстати, в Перископии, я перед этим была трансляция. Мой Макбук показывает какие-то страшные картинки. В Перископии, перед этим была трансляция. С вами был Стас. Всех люблю. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока. Телефон звонит. Алло, да. Видео снимаю? Так это, перезвоните попозже. Ну, когда-нибудь. Да, все. Девятые айфоны. Огоньки все, боже.